хорошо сел хорошо пристроился вот так вот легко вот купить рабочую лошадку особенно об автобусе создать уют интим или как бы его не создавать следовательно у вас равноправие плюс и не знают о том что вот это вот есть у нас с вами здравствуйте спасибо что смотрите ставите лайки подписывайтесь и комментируйте потому что все благодаря вам вашей активности о стоимости на автомобиль я говорить не буду вы ее можете узнать перейдя по ссылке которая располагается в описании к этому видео попадаете на страницу модели там вы видите в каких комплектациях каких видах данный автомобиль представлен и самое главное сколько он стоит максимальная цена и минимальная максимальная так скажем просто пришли купили а минимальная воспользовались разными услугами например при покупке нескольких автомобилей будет дополнительная скидка при покупке автомобиля через лизинг и еще дополнительный скидка и начнем с истории компании sollars историй компании начинали 2001 году когда северсталь получил контроль над ульяновским автозаводам и заволжским моторным заводом в В 2002 году автомобилестроительные активы выделяются в отдельный холдинг «Северсталь Авто». Дальше идут партнерские сделки с компанией «Сузу» по производству грузовых автомобилей. Совместный проект по производству и продаже коммерческих автомобилей «Фиат Дуката» в России. В мае 2008 года «Северсталь Авто» проводит ребрендинг и начинает работать под брендом «Солерс». В 2011 году «Солерс» совместно с компанией «Форд Мотор» учреждает совместное предприятие «Форд Солерс» с долей 50 на 50. В 2012 году «Солерс» совместно с «Мазда Мотор» запускает производство «Мазда Солерс» в соотношении долей 50 на 50. В 2020 году компания принимает участие в производстве автомобилей «Аурос». А в сентябре 2022 года компания понимает, что надо быть независимой и заявляет, что будет собирать легковые коммерческие автомобили под собственным брендом на базе бывшего производства «Форд Транзит». И в 2023 году начинает выпускать помимо «Атлант» еще и «Солерс Арго». О данном автомобиле мы уже сделали выпуск, можете посмотреть его по ссылке в описании. У «Солерс» автомобильные заводы в Татарстане, Ульяновске и Владивостоке. Завод двигателей в особой экономической зоне Алабуга. Это современное роботизированное производство по выпуску двигателей любого типа. И помимо всего у них собственные специализированные мощности по производству сэндвич-панелей для изготовления фургонов и прочих модификаций автомобиля. Но не только мощности, но и те специалисты, которые занимались продвижением «Форд» на нашем рынке, они остались для того, чтобы продвигать «Солерс». То есть все те программы, которые были раньше на «Форд», то взаимодействие с клиентом, которое всем всегда нравилось, оно также сохранилось в «Солерс». Поскольку профессионалы работают для профессионалов. Большое преимущество «Солерс Атлант» — что это аналог «Джак Санрей», что производится с 2011 года. То есть более 10 лет продается на рынках Азии и Южной Америки. И это нам говорит о том, что автомобиль работает в тех регионах, где крайне тяжелые условия эксплуатации. Перегрузки, качество топлива и так далее. Следовательно, покупая данный автомобиль, вы покупаете автомобиль, лишенный детских болячек. Да, то есть тут уже вот все. То есть сели, поехали, четко понимают производители, какие есть нюансы. И вам их в рамках регламентных работ по ТО будет устранять, доработывать и так далее. Так что тут все вот уже понятно. То есть это не какой-то там сюрприз в мешке. И скептики, которые скажут, что это не стопроцентное российское производство, друзья мои, ну что же делать? Нынче такой рынок, да, давайте вспомним Китай, да, откуда данный автомобиль, так скажем, имеет корни. Там они начали только после того, как к ним стали заходить европейские компании. Они их перерабатывали, адаптировали и сейчас делают то, что даже европейцам сложно повторить. Ну и плюс, не забывайте, любое производство это на новые рабочие места. А Soldiers именно заявляет, что это будет не просто какая-то там сборка, приклеивание чего-то. Это будет полный цикл сборки. И это очень важно. Ну а следовательно, после мы берем эти технологии, адаптируем их себе и доусовершенствуем под наши задачи. Ну что, давайте сейчас подробно разберем Soldiers Atlan. Ну и говоря о размерах, да, то есть у нас L1, L2, L3. L1 и L2 идут с низкой крышей, а L3 у нас идет с высокой крышей. И плюс L3 может быть представлен в версии туристический автобус на 15 мест плюс водитель. И вот смотрите, L1 может идти как 2,5 тонны, так и 3,5 тонны. Это общая масса. Это сделано чисто для того, чтобы вы сами определились, для каких целей вам нужен данный автомобиль. Никакой конструктивной особенности, ни количество ресор не меняется. Это вот чисто, так скажем, бумажное обозначение в ПТС. Да, для того, чтобы, опять же говорю, вы под своей задачей могли найти автомобиль. То есть если мы рассматриваем L1 H1 с версией 2,490 до 2,5 тонны, у него грузоподъемность составляет 399 килограмм. Ну и, следовательно, вы можете, у вас не только грузовой каркас, вы попадаете внутрь Москвы, вы также можете ездить еще и по улочкам. Ну, в общем, то есть любое передвижение. Обычный автомобиль категории B. Если вы берете ту же L1 H1, но с версией больше, то есть вы тоже можете въезжать в центр, но уже без вот этих вот свободных передвижений, без путевого листа. То же самое у нас касается L2, там идет до тонны. И также у нас идет версия L3. Она тоже, если мы осмотрим односкатную шиновку, то есть когда сзади у нас только по одному колесу справа и слева, то, следовательно, тоже до тонны грузоподъемности тоже он может въезжать в центр. И вот на эти все модификации у вас может идти права категории B. Если же мы рассматриваем L3 с версией 4200, там у нас с вами получается задняя двойная шиновка, ну и, следовательно, грузоподъемность выше. И для того, чтобы управлять этим автомобилем, нужны уже права категории C. То есть на три варианта вы можете использовать категорию B, а на вот четвертый вариант, где 4200, может передвигаться автомобиль с правами категории C. Ну, а сейчас давайте посмотрим, как выглядит наша оптика. Начнем с передних фар. Если вы опускаете ручной тормоз, у вас включаются светодиодные дневные ходовые огни. За дальний и за ближний свет у нас отвечает галогеновая лампочка. Угол наклона фар у нас регулируется электромеханическим способом за счет колесик, который располагается с левой стороны от руля. И, помимо всего, у нашего автомобиля есть опция «Проводи домой». То есть, когда вы закрываете автомобиль, устанавливаете в приборной панели, сколько фар вам будут светить после того, как машина будет закрыта. Опционально, если вы хотите, можете доустановить противотуманные фары на автомобиль. Вот так выглядит задняя оптика. Единственное, что отличие у нас на L1, оно у нас немножечко более черненное. Подкапотное пространство. Первое. У нас здесь есть капот. Это здорово. То есть, вы легко можете добраться до всего. До разных жидкостей, до умывательной жидкости, в общем, до всего легко. Плюс у нас есть шумотеплавиационное покрытие, уплотнители, да, причем, говоря о шумотеплавиационном покрытии, оно также у нас разделяет щит, да, между подкапотным пространством и салоном. Защиты картера двигателя, если вы посмотрите снизу, ее нет. Следовательно, подумайте в отделе этого оборудования, чтобы ее доустановить, ну и вот защитить, так скажем, днище. И капот. Капот прям тяжелый, тяжелый. Видно, что, знаете, такой металл, который очень, очень нескоро проржавеет. Вещь, короче, вот такой, да. Ну, а теперь давайте поговорим о двигателе. У нас их может быть два. Первый вариант идет на L1. Модификация HF-C4-DB1-2D. 1,9, выдает 136 л.с. и 310 Нм крутящего момента в промежутке от 2000 до 2800 оборотов. Расход в смешанном цикле 8,5 литров. С данным двигателем идет EGR, это рециркуляция выхлопных газов, и DPF, это сажевый фильтр. Второй вариант, который предлагается для всех остальных автомобилей, это HF-C4DE1-1D. Здесь у нас уже 2,7 литра, выдает двигатель 150 л.с. и 355 Нм крутящего момента. Тут он доступен чуть раньше, с 1800 и вплоть до 2600 оборотов. Расход в смешанном цикле у него чуть побольше, 9,8 литра на 100 км пути. Значит, тут у нас уже нет сажевого фильтра, здесь идет мочевина. Головка блока цилиндров у нас чугунная, привод цепной ГРМ. Ну и неважно, какой двигатель, объем бака, это 80 литров. Да, многие говорят, что это двигатель, точнее, по секрету сказали, что это двигатель копия Cummins. У него также турбина Гаррет, у него также блок управления Bosch. Но это по секрету, это по секрету, так что прошу оставить это все между нами, понимаете. И говоря о мочевине, некоторые скажут, что вот, если есть мочевина, нельзя машину эксплуатировать в зимних условиях. Можно, потому что здесь продумано. Если, следовательно, что-то, если на улице сильный мороз, мочевина не готова к тому, чтобы ее использовать, то есть впрыскивать в отработанные газы, нейтрализовать вот эти вот вредные примеси, следовательно, она не будет впрыскиваться. Но машина не перестанет работать. То есть как мочевина прогреется, будет готова, и она начнет уже вот это все нейтрализовать. То есть пока мочевина не активна, ну, вы немножечко загрязняете окружающую атмосферу. Но машина, как говорится, ездить все равно будет. Ну, а для того, чтобы ваш двигатель всегда был тепленький, уже с завода вы можете как опцию заказать Эбершпехер. Это предпусковой подогреватель с экранчиком на русском языке. То есть вы можете запрограммировать, чтобы к вашему приходу машина была уже прогрета. И да, она будет прогрета. Вот, если же хотите какие-то другие варианты, например, дистанционный запуск двигателя, еще что-то, делал дополнительное оборудование, ну и, следовательно, предложат варианты любого взаимодействия с вашим автомобилем. Ну, а сейчас давайте послушаем, как работают наши двигатели. И начнем двигатели 1.9. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И всю мощность двигателя на колеса, следовательно, задний привод у нас с вами передает 6-ступенчатый метод. Механическая коробка передач. И вот давайте так, 6-ступенчатая механическая коробка передач, следовательно, до высоких оборотов двигателя не раскручивается. И это как раз сказывается на невысокий расход топлива. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И важный момент. При покупке вы можете получить бесплатно 4 ТО. То есть первое, четвертое, пятое и шестое. И, как говорит производитель, что скоро у них должна появиться программа, вот как была на Форд. Поскольку, да, напоминаю, что над данным брендом, на его продвижении, на поддержке работают специалисты, которые раньше занимались в Форд. То есть это максимально опытные, знающие люди, которые смогут сделать так, чтобы вам, как покупателю, данный автомобиль был максимально выгоден. Для бизнеса нужна выгода. Передняя подвеска у нас по типу Макверсона. Задняя рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости. По количеству рессор на L1 у нас 2 плюс 1, а на L2 и L3 2 плюс 2. И здесь не имеет никакого значения количество колес на задней оси. Ну и по колесам. Если у нас двухскатная ошиновка, передние колеса у нас идут меньшего размера. Ну и отличия односкатной и двухскатной ошиновки. То есть двухскатная ошиновка, конечно, на ней можно перевозить больше. Но вы должны понимать, для каких целей. Потому что односкатная ошиновка экономит до 7% на топливе. Ну и плюс, конечно же, если с односкатной ошиновкой у вас 4 колеса, а с двухскатной ошиновкой у вас 6 колес. Ну и плюс двухскатная ошиновка, если обратите внимание, по кузову, следовательно, у нас расстояние между колесных арок уменьшается. Ну и для того, чтобы камни от дороги не вылетали, у нас предлагаются брызговики с завода. На передней и на задней оси у нас установлены тормозные диски. Передние тормозные диски вентилируемые. Соллер Сатлан предлагается в трех версиях. Это L1, L2, L3. Длина L1 4,90, L2 5,65, L3 5,99. Ширина L1 2,8 м, L2 2,9 м, L3 2,9 м. Высота L1 2,37, L2 2,40, L3 2,67. Да, для понимания L3 у нас вот в модификации H2, то есть это когда высокая крыша. Других вариантов нет, так же как для L1 и L2. Колесная база на L1 2,96 м. Л2 и L3 у них одна колесная база. Это 3,57 м. Расстояние от земли до нижней точки автомобиля 19 см. Итого, палетовместимость L1 это 2 палета. L2 3 палета. L3 5 палет. Далее говоря о модификации. L3 он у нас может быть с двойной ошиновкой и с одинарной ошиновкой. Но это, понимаете, сказывается на грузоподъемности автомобиля. По цвету на данный момент предлагается только белый цвет, вот так скажем, с завода. Но если нужно, производитель говорит о том, что он может перекрасить тот цвет, который нужен заказчику. Ну и плюс, говоря о практичности, обратите внимание на передний ударопрочный бампер. И так же по всему периметру кузова у нас идет защитный широкий молдинг. В отличие от Газель, у которого такого молдинга нет. Вместе с автомобилем у вас будет идти вот таких вот два ключа. Да, то есть не то, что как у тех, там какой-то обычный механический элемент. О, ключ. Значит, помимо того, что ключ у нас спрятан, если что, мы можем его открыть и сделать свое дело. У нас еще внутри ключа, конечно же, иммобилайзер. Плюс с помощью ключа вы можете открыть, закрыть автомобиль. И нажав на кнопочку, найди его на стоянке. Он начнет вам сигналить. Здорово? Думаю, да. Зеркала у нас вот такие. Складываются они и раскладываются ручным способом. Внизу у нас сферические зеркала, которые стационарные. Они предназначены для того, чтобы следить за задними колесами при движении назад. А верхние зеркала у нас с электроприводом. Неважно, какая у вас будет модификация, даже если B-категория с въездом в центр, у вас всегда будет вот такой большой проем. То есть вы легко можете попасть внутрь. Попадете внутрь вы через вот такую замечательную ступеньку, пластику. Говоря о ступеньке, да, если мы рассматриваем L1, то там на ступеньке будет отсек, где будет располагаться комплект инструментов. В остальных вариациях L2, L3, то здесь этот комплект инструмента не будет. Он будет идти отдельно в мешочки. Далее. Попали внутрь, и вас здесь встречает простор. Вот. Ну, по материалу тут все понятно. Все выполнено из пластика твердых пород. В принципе, какой должен быть в практичной технике. Взяли, легко протерли. То есть твердый, износостойкий породы пластика. Воздуховод раз. Воздуховод два. Место, куда вы можете что-то положить. Перчаточный ящик легко, дерзко открывается. Листок формата А4 по ширине встает, а вот по глубине немножечко задевает за крышку. Дверная карта. Все у нас тут выполнено из пластика твердых пород. Стекла. Импульсным способом открывается, закрывается. Подлокотник твердый. Динамик. Ну и место, куда вы можете положить двухлитровую бутылку. Ну что, пассажирское сидение. Сидение для всех версий, кроме автобуса, у нас будет вот такие. Да, то есть два посадочных места. И здесь у нас обивка ткань, а в автобусе это будет эко-кожа. Ну и плюс автобусное пассажирское кресло вы можете регулировать на салазках и плюс регулировать его по высоте. То есть то, чего не предлагается даже в обычных легковых автомобилях. А там и спинка, и на салазках, и плюс еще даже подголовник можно наклонить. Все это можно сделать. Потому что это комфортный автобус. Значит, если вы ставите ноги по центру, то левая нога будет продвинута вперед, правая будет вставать на колесную арку. Следовательно, у вас равноправие. Вы ногу подняли, одну протолкнули. Тот, кто сидит с вами, также ногу одну протолкнул, вторую подвинул к себе. Говоря по расстоянию. Как видите, если ноги выдвинут вперед, хорошо. Но ногам достаточно комфортно. То есть они вытягиваются. Нога вот здесь у нас не провисает. Расстояние целый кулак. То есть места много. Действительно чувствуется просторный автомобиль. И здорово, что все, весь пол у нас с вами покрыт материалом, который легко можно будет обслужить. По ширине мы чуть позже посмотрим. Но важный момент, что в L1 и, следовательно, в L3 в автобусе у вас над головой будет безграничный пространство. То есть до самой крыши у вас будет расстояние. Вот в L2 и L3 у нас расстояние над головой чуть-чуть уменьшается. Но опять же, никакого дискомфорта, поскольку здесь сейчас целых два с лихом кулака. Это, в общем, удобно. А в автобусе у нас с вами сиденья другие. Ну, во-первых, сиденья немножечко сдвинуты влево. То есть, когда ноги у меня здесь стоят, они стоят по центру. То есть, они не встают на колесную арку, да? Помню, что там немножечко сдвинуто. Понятно. Значит, это раз. Плюс сиденье мы можем здесь уже регулировать на салазках. Плюс наклонять спинку, да, прям далеко уходя в максимальный горизонт. И плюс есть возможность поднять сиденье и опустить его вниз. О, как низко. Здесь замерять расстояние головой не буду. И его очень много. Ну, а сейчас давайте поговорим о габаритах посадочного места. Глубина пассажирского кресла 45 сантиметров. Ширина двух пассажирских кресел 85 сантиметров. Расстояние от подлокотника до подлокотника 158 сантиметров. В грузовой цикл мы можем с вами попасть с двух сторон. С боковой сдвижной двери и с задней распашных дверей. Вот. Сейчас давайте о боковой сдвижной двери. Значит, наблюдение. Проем здесь ВАШ-1, ой, точнее ВАШ-2 и ВАШ-3, он на пару сантиметров меньше, чем ВАШ-1. Не знаю почему, но вот как факт. Еще одно наблюдение. Значит, дверь вот здесь ВАШ-2 и ВАШ-3, она у нас фиксируется лучше. То есть фиксатор двери лучше, чем ВАШ-1. Но не то, что лучше, он немножечко другой. Лучше фиксирует. Хотя да, получается лучше. ВАШ-1, он более такой, менее фиксирующий. В автобусе для того, чтобы легко можно было попасть внутрь, предлагается подножка электрическая. То есть она у нас срабатывает, когда дверь открывается, следовательно, как, да, дверь закрывается. Это все идет с завода. Опять же, большое преимущество Солерс в том, что они все, что делают, это все с завода. А это дает вам, как покупателю, то, что если вдруг что, вам не нужно в миллион, так скажем, с миллионом контактов взаимодействовать. Пришли, как говорится, в службу одного окна, сказали, у меня проблемы, и вам все решат в рамках гарантии. Автобус. Это у нас 15 посадочных мест плюс водитель. Сидение у нас покрыто эко-кожей. Следовательно, износостойкая. Стойкое покрытие. Сажусь. Ну, немножечко вот здесь вот щекотками я упираюсь, но не прям, чтобы существенно. Здорово, что есть подлокотник, но, правда, он есть только для боковых пассажиров. Ну, а левые пассажиры будут руку класть куда-то вот сюда. Спинку могу легко наклонить. Вот. Ну, опять же, немножечко узковато, но я думаю, что абсолютно нормально. Не надо быть таким широким. У всех двухточечные ремни безопасности. И здорово, кстати, что есть кармашки. То есть вы можете взять, положить кармашку, ну, или, например, положить сюда какой-то раздаточный материал, чтобы ваши пассажиры читали то, что вы хотите. Что у нас здесь предлагается? Ну, во-первых, у нас есть шторки. Да. То есть вы легко можете их взять, открыть, закрыть. Вот так вот легко. Вот. Создать уют интим или как бы его не создавать. Дальше. Воздуховоды. Получается, для всех. Для всех рядов у нас предлагается. На крыше у нас подсветка. Две подсветки. И по центру люк. Но, правда, люк, я так смотрю, он у нас никак не закрывается. Вот. И самое главное, вот эта вот перегородочка. То есть, получается, самое комфортное место, это вот будет вот это. Вот здесь сидеть будет прям комфортнее всего. Хотя и здесь тоже хорошо. Расстояние от пола до ступеньки 57 сантиметров. Расстояние от земли до пола 68 сантиметров. Ширина проема 103 сантиметра. Высота 138 сантиметров. По диагонали 170 сантиметров. Верхняя часть выпирает примерно на 9 сантиметров. Вот так выглядит наша задняя часть Атланта. Наверху у нас повторители стоп-сигнала. Дальше две распашные двери. И снизу четыре парктроника. Представляете, как здорово. Снизу у нас располагается полнорассмерное запасное колесо и выхлопная система. Однопоточная. Двери, как сказал, у нас с вами распашные. То есть, мы можем легко раз. Дальше здесь отсоединить. И вот так открыть. Следовательно, вы легко сможете подъехать к погрузочной части, да, то есть, достаточно близко. Итак, о габаритах мы с вами поговорим чуть позже. Но важный момент, на что я хотел обратить внимание, это на высоту потолка. Еще раз, да, то есть, у нас H1 предлагается для L2 и L1. А H2, то есть высокий потолок, у нас предлагается для L3. Ну и, следовательно, там вы сможете уже стоять в полный рост. Говоря о внутреннем пространстве, здесь, как видите, у нас с вами не скользящий пол. У нас обит тканью потолок, ну и также обиты стены. Если мы с вами посмотрим версию автобуса, то там вплотную у нас стоят сидения. А под сидениями скрывается кондиционер. И здорово, что между кузовом и грузовым отсеком у нас есть стекло. Ну а сейчас давайте поговорим о габаритах. Ширина проема 152 см, 161 см, 159 см. Высота проема 146 см, 146 см, 171 см. По диагонали 198 см, 205 см, 223 см. Ширина в зоне колесных арок 137 см, 136 см, 108 см. Ширина в зоне до колесных арок 182 см, 183 см, 183 см. Глубина по нижней части 233 см, 314 см, 350 см. По диагонали 283 см, 360 см, 390 см. Расстояние от пола до потолка 160 см, 161 см, 185 см. Сидение воикли. Оно отличается от сидения пассажира тем, если мы рассматриваем вот нашу обычную грузовую версию, то что тут у нас есть возможность регулироваться в нескольких плоскостях. То есть в тех же самых, в которых может регулироваться пассажирское сидение в автобусе. То есть можем сдвигать сидение вперед, назад, спинка наклоняется, спинка поднимается. И можем поднять сидение вверх и опустить его вниз. Для того, чтобы найти себе оптимальное положение. Когда я нахожусь в самом нижнем положении, в самом нижнем положении отодвигаюсь максимально назад, спинку перевел, максимально назад отодвинулся, то только вытянутая нога, вытянутая нога выжимает педаль сцепления. То есть длинноногие люди здесь смогут легко разместиться. У меня рост 190. Расстояние здесь получается 2 кулака. То есть места, места много. Значит, если мы рассматриваем по комфорту размещение, мне хочется чуть подвинуться вперед, вперед. Очень даже хорошо. Плюс подголовник. Ну что, все, подголовник от нас максимальное положение. И здорово, что вот когда я здесь сижу, в отличие от Argo, например, здесь я могу разбросать ноги. И ни за что не цепляю. Ни за коробку, ни за дверь. То есть если вы любите вот так вот вальяжно передвигаться, легко. Единственное, конечно, руку сюда положить некуда, потому что если вы кладете наверх, здесь вот эта вот штучечка, которая открывает, закрывает за бок, как она называется. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто всегда шпильдик, шпультик, шпунтик. В общем, напишите, пожалуйста, как это называется. Вот, не вниз руку можно положить, но это неудобно. То есть надо подумать о том, чтобы сюда что-то подложить. Справа для комфортного передвижения у нас есть подлокотник. То есть, наверное, для вот такого комфортного передвижения. Руль у нас не регулируется ни в какой плоскости. Ну, как заявляет производитель, в принципе, это не нужно, потому что, как видите, здесь сиденье вы можете настроить под себя. Действительно, ну, сиденье действительно комфортное. Значит, по количеству оборотов. Руль у нас с гидроусилителем. То есть можете крутить одним пальцем. Раз, два, три. Ну, три с небольшим оборотом. Значит, руль у нас многофункциональный. Слева кнопки, отвечающие за круиз-контроль. И плюс за взаимодействие с приборной панелью. А справа кнопки, отвечающие за взаимодействие с мультимедийной системой. Можете прокрутить треки, включить громкость и отрегулировать громкость так, как нужно именно. Приборная панель очень хороша. То есть, почему она хороша? Потому что, во-первых, очень правильный свет. Никаких там красных, зеленых, белый, понятный свет. Да, стрелочки, они голубоватые, но это никак негативно не сказывается. Глаза не устают. Плюс, мне очень нравится то, что бортовой компьютер, во-первых, на русском, а во-вторых, на нем выводится вся необходимая информация. То есть, прям удобно, все перед глазами. Здорово, да? То есть, сброс информации, отсмотр неисправности, установка времени, установка обслуживания. То есть, все удобно, все перед глазами. Это прям действительно, действительно хорошо. Ну и давайте посмотрим, что нас окружает. Слева у нас воительское стекло с авторежимом на открытие. То есть, закрываем мы его, удерживая кнопку. А вот, чтобы открыть, мы один раз нажали на кнопку, и оно автоматически открывается. И также блок управления зеркалами. Далее, если опционально в вашей комплектации будет предпусковой подогреватель, вот, блок управления предпусковым подогревателем будет вот здесь. Удобно, хорошо, и опять же, повторю, все на русском. Подлокотник, удобный, хороший, но, правда, он в одном положении фиксируется. После, ручник. И коробка передач на своем месте. Напоминаю, шестиступенчатая коробка передач. Ниже, настоящий прикуриватель. И непосредственно пепельница. Далее, место, куда вы можете что-то положить. Здесь у нас две кнопки SOS. Ну, это я не знаю, зачем. Наверное, потому что, то есть, у нас AeroGlonass вот слева и справа. Наверное, чтобы водитель мог всегда нажать, если неадекватный пассажир, а пассажир, если неадекватный водитель. Вот, наверное, по этой логике есть. Кстати, отдельное внимание хотел обратить на то, что при включении света все у нас подсвечивается. То есть, все кнопки подсвечиваются, даже кнопки на руле. Следовательно, в ночное время водителю не нужно будет отвлекаться, чтобы найти ту кнопку, которая нужна. Это здорово. Причем, опять же, все беленькая подсветка. Здесь кнопка включения и выключения ESP. Да, напоминаю, что этой кнопки у нас не будет, если у вас будет двухскатная ошиновка. Двухскатной ошиновки вот этой кнопки не будет. И кнопка включения освещения в грузовом отсеке. У мультимедии чуть позже. Далее, здесь у нас располагается зеркало обычное, подсветка галогеновая. Если мы рассматриваем вариант автобуса, здесь еще дополнительно будут часы. Ну, чтобы те, кто ездит, видели, сколько времени. Ну и козырьки. Да, просто без подсветки, без зеркал. Ну, в принципе, свою функцию защитить от солнца они выполняют на все 100. Ну, вообще говоря об обзоре, здесь хорошо. У нас очень тонкие стойки. То есть вот у меня у Opel Zafira Life ощущение, как будто стойка толще. Здесь какие-то прям вот хорошие тонкие стойки. Все очень хорошо видно. Большие лопухи. Ну, простор, простор, да. И неважно, над головой у вас много, очень много места или просто много. То есть сидеть комфортно. Опять же, говорю, только левый подлокотник, левый локоть девать некуда. Слушайте, ну, комфортно. По теплым опциям их здесь нет. Единственное, что планируют обогрев сидений. Но, опять же, для этого лучше проконсультируйтесь с менеджером, потому что информация постоянно меняется, ибо машина вот такая вот свежая, новая, и стараются сделать то, что нужно именно вам. Ну, а сейчас давайте поговорим о кондиционере. Он у нас предлагается для всех комплектаций. Единственное, что в комплектации, точнее, в версии автобус, да, у вас будет немножечко другой визуальный кондиционер. Там с экранчиком. И плюс, напоминаю, что там у нас на 8 кВт обогреватель, да, дополнительный кондиционер для того, чтобы поддержать температуру в салоне. Вот. Мультимедийная система. И вы можете прокручивать треки непосредственно на руле. Дальше выливать громкость, отключать звук. Все удобно. Здесь у нас с вами, как видите, есть AUX и USB разъем. То есть, следовательно, можете просто вставить флешку, ну, или через AUX передавать музыку для того, чтобы она играла через вашу акустическую систему. У вас два динамика. Парктроники задние у нас звуковые, да, то есть, когда вы начинаете ехать, они активируются, ну, и, следовательно, если вы приезжаете к препятствию, они начнут более интенсивно сигналить. По двигателю я не ощущаю здесь вибрации. То есть, есть она, но небольшая. У меня был Mercedes Viana года 14-го, и там вот вибрация на руль была значительно сильнее, нежели здесь. То есть, да, я ее ощущаю, эту вибрацию, но не как сверху. Ну что, минута субъективности. Вы знаете, вот уже, получается, второй Solaris я снимаю. С Argo у меня возникло желание купить и пустить его в рейс. Потому что я посмотрел, послушал, почитал, поговорил, и, ну, хороший очень, ребята. Почему? Ну, опять же, по множеству факторов, которые я вывел. Вот в обзоре можете это посмотреть. Ну, для себя, да, то, что, во-первых, важно, что есть те, кто отвечают за то, что сделали. Не просто представительство, а производитель. Да, в данном случае, вот, производитель, это сам Solaris. Это раз. Второе очень важное, это, опять же, говоря о людях. Команда Ford работает над данным проектом, и это, опять же, нам, как потребителю, дает то, что они опытные работники с коммерческим сервисом, ну, с коммерческим сектором, и знают, что нужно. Да, то есть, как я уже сказал, разрабатывают много всяких интересных систем для того, чтобы дольше вы чувствовали уверенность в своем автомобиле и не думали о тех мелочах, которые волнуют тех, у кого нет никакой поддержки. И третье, три у нас варианта. Короткая, средняя, длинная. Да, короткая, средняя, это у нас с низкой крышей, длинная, это с большой крышей, ну, и плюс автобус. Ценники мне очень понравились, то есть, вы сами перейдите, посмотрите, и понимаете, что за эту цену ты можешь купить рабочую лошадку, особенно, если мы говорим об автобусе, и начать уже зарабатывать. Все, что нужно есть. Не нужно ничего доустанавливать. Проверенные агрегаты, опять же, проверенные не нашей российской действительности, а африканской, а азиатской действительностью. То есть, там, где действительно сложные условия, и в отличие от нас, они эксплуатируют еще жестче. И вот сейчас, мы, опять же говорю, получаем максимально доработанную версию с сохранением дилерской сети, которая все больше расширяется. Это здорово. То есть, поддержка будет, если вдруг что. Хотя, опять же, по тому, что пишут в интернете, проблем нет, потому что я смотрел на азиатских, а на африканских с помощью переводчика на сайтах. Ну, все очень довольны. То есть, по ним максимально позитивные отзывы. Ну, и говоря о фишках, которые мне понравились. Шесть передач, это здорово, да, то есть, маленький расход топлива, не нужно обороту двигателя высоко. Многофункциональный руль, да, предпусковой подогреватель, да, и комфортные сидения. То есть, действительно, сидеть комфортно. Вы знаете, нет ощущения, что это какой-то такой автобус, ты пытаешься пристроиться. Хорошо сел, хорошо пристроился. И, опять же, вариантов много. Хотите два посадочных места, хотите одно посадочное место, хотите длинное, короткое. И самое главное, если нужно, вы можете купить его и заезжать во все уголки центра. Без каких-либо дополнительных разрешений, ограничений и так далее. Потому что Солерс подумал о том, что нужно покупателям и делает именно это. Это, опять же говорю, большой-пребольшой плюс. Так что приезжайте в Мейджор Авто, знакомьтесь со своим вариантом вживую. Солерс Атлант, с покупкой вас.